Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Украинский известный военный эксперт Роман Цветан. Со мной на связи прямо сейчас. Роман, здравствуйте. Приветствую. Роман, начать наш разговор я хочу с непосредственно важных заявлений, которые звучат от Игната, который ВВС Украины является спикером воздушных сил. Так вот, вот эти бомбы, полуторатонные, с которыми не справляется украинское ПВО, но которые работают под GPS и которые являются управляемыми, и, мол, они уже есть у врага, это серьезная, ну, скажем так, предпосылка переживать? Если нет, то почему такие заявления звучат в преддверии вот того контрнаступления, о котором все говорят? Россияне эти бомбы использовали в прошлом году. Дело в том, что это корректируемая бомба, это не планирующая бомба, а планирующая это с крылышками. А это корректируемая, управляемая, так называемая бомба. Она чуть отличается от свободно падающей. Вот свободно падающая бомба падает прямо под самолет. Там, где самолет ее сбросил, она разворачивается за счет стабилизаторов и вертикально под действием силы тяжести идет в землю. Вот эти бомбы, о которых говорит Игнат, полуторатонкие, это управляемые, корректируемые бомбы. У них четыре стабилизатора, больше похожие такие на треугольники. Нет, до крыльевым еще далеко, но, тем не менее, они могут выполнять определенные задачи и планирование в том числе, но недалеко, несколько десятков километров. Это потолок, там два-два с половиной десятка, не больше. Так как бомба сама по себе тяжелая, полторы тонны, и высота, скорость, которую ее сбрасывают, ну, где-то километров 10-15, скорость около звуковая, то есть она от точки сброса отлететь еще может, ну, может быть, на 20-25 километров. И то, это, еще раз повторюсь, это потолок-то при хороших раскладах. Но она чем опасна? Первое, полторы тонны фугаса, полторы тонны фугасной авиабомбы. Достать ее, у нее АПР очень маленькая, эффективная площадь рассеивания. Маленькая, потому сбить ее сложно, ее просто локатор не всегда видит и не всегда может сопроводить ракету, противоракету. Работают этими бомбами в районе либо линии фронта, либо в районе границы. То есть, понимая, что 20 километров ближе не подойдешь, вот самолеты пытаются их сбросить. В прошлом году, когда россияне начинали ими работать, у нас система ПВО была развернута шире, даже в некоторых случаях, ближе к линии фронта, ближе к границе. Россияне заскакивали на нашу территорию, попадали под удар наших систем, зенитно-ракетных комплексов. Сами самолеты, не бомбы, они даже не успевали бомбы сбросить. Сами самолеты. Кстати, то же самое произошло несколько недель назад. Мы с вами об этом говорили. Над Енакиево Су-34 был сбит. Как раз вот при сбросе этих бомб. Шел с двумя авиабомбами такого уровня, подошел где-то на 30 километров. Енакиево от линии фронта где-то около 30 километров. Шел, скорее всего, на Авдеевку сбрасывать. И был сбит нашим зенитно-ракетным расчетом Никопольским зенитно-ракетным полком. Тогда еще президент их похвалил. То есть здесь борьба-то есть с этими самолетами. Но есть моменты, когда если самолеты прорываются, а это возможно, в том числе и сбрасывают бомбу, вот здесь уже проблема. Когда бомба уже сброшена, она идет. На цель ее очень сложно сбить. Время подлетное маленькое. ЭПР у нее маленькая. То есть перехватить бомбу уже в режиме полета практически невозможно. И вот этим она опасна. Работать можно только по самолетам. Ну то есть для того, чтобы обезопасить себя от этих бомб, нужно не допускать самолеты врага к нашей территории. Причем не допускать их со стороны россиян или со стороны оккупированной территории. То есть не допускать их даже где-то километров на 50, до линии фронта или границы. А для этого надо либо системы зенитно-ракетных комплексов с дальностью километров 100-150. Потому что не поставишь же, допустим, у нас С-300, она 70 километров бьет. Вопросов нет. Ну ее же не выведешь на ноль. То есть ее просто уничтожат. Их прячут внутрь, глубь фронта. Так же самые патриоты, когда зайдут патриоты СМТ, они тоже могут не достать самолеты российские на территории врага, на такой дальности, где они могут сбросить бомбы или такого уровня, или те же крылатые бомбы. Не только эти полуторатонкие, а пятисоткие, уже крылатые в том числе. Потому и нужны нам для того, чтобы противостоять россиянам F-16. F-16, особенно с блок 50, а там есть несколько модификаций. Не все F-16 нам подойдут. F-16, если брать, там есть модификации блок 50, блок 52, блок 52+, блок 60, 70 и 72. То есть вот эти модификации, они имеют, особенно с блока 60, они имеют уже локаторы с дальностью обнаружения 400 километров. А ракеты М-120Д, у нее дальность 180 километров. То есть самолет, который на дальности 400 обнаруживает противника и на дальности 200 сбивает его ракетой, он точно не подпустит самолет с этими бомбами к линии фронта. То есть вот это единственный механизм, как можно бороться с этими авиабомбами. То есть вот он вроде такой вот длинный. Почему именно сейчас он возник? А дело в том, что вот россияне в прошлом году их побросали, мы их позбивали, и целый год их слышно не было с этими бомбами. Они вот только сейчас опять начали их использовать. Вот, скорее всего, они просто накопили определенное количество авиабомб и приняли решение сейчас вместе, причем вместе с планирующими бомбами, помимо вот этих управляемых полуторатонок, они сейчас скопипастили, скорее всего, джедамы американские, и наколения, еще они не поставлены на поток, где-то на колене в гаражах лепят такие обвесы для 500-килограммовые фугасные авиабомбы, ФАП-500 называется. Обвесы с крылышками, систему управления довольно-таки простенькой, но на 500-килограмм полтонны бомба, даже если не попадает точно в цель, даже если рядом ложится, то она в радиусе нескольких сот метров, она носит довольно-таки ощутимый ущерб. И это началось только сейчас, то есть вот в преддверии как раз наших наступательных действий, буквально несколько недель назад, потому только сейчас возник вопрос о... вот резко стал вопрос, остро стал вопрос именно о самолетах типа F-16, то есть самолетах, которые могут видеть километров на 300-400, ну и уничтожать километров на 100-150-200 именно самолеты врага. Ну да, действительно, об этом Николай Олещук, командующий сегодня, публиковал пост, почему и зачем нам нужны F-16, это была одна из причин. Ну и, понятно, некоторые моменты из того, что стало известно сегодня, но они немножко, конечно, так обескураживают. Ну, во-первых, там эффективность нашего ПВО 75%, то есть 25% долетает. Это не с 90%, это не 95%, как нам там сообщали во время всего. Вот сейчас мы видим, да, четкая цифра от непосредственно человека, который командует воздушными войсками. 75%. А вот F-16 могут помочь, там, догнать ракету, сбить, там, шахет, другую цель. То есть это вот критически очень необходимая история сейчас. Также он отмечает, что, ну, каждый вылет нашего летчика это, ну, фактически риск для жизни, потому что авиация врага, авиация Российской Федерации, ну, в разы превосходит сейчас то, что есть в Украине. Что вы бы сказали по этому поводу и как откомментировали эту оценку? Насколько она вот такая, холодный душ, как раз-таки именно в этот очень важный период подготовки к контрнаступлению ВСУ? Я бы не сказал, что это холодный душ. Это было понятно всем, ну, кто разбирается с самого начала. Дело в том, что цифры, когда приводят процент по ПВО работы, вот, допустим, 75, 95, 50, их нельзя смешивать. Вот откуда взялась цифра, допустим, 75? Исходя из чего? Вот у меня такой вопрос. Допустим, шахедов мы иногда сбиваем 100%. Вот вышли 15 шахедов, 15 сбили. По шахедам у нас проценты где-то под 90. То есть реально сбиваем, вот, крайне, по-моему, 17 вышли, 14 было сбито. Да, то есть процент очень большой. А по ракетам, если взять кинжалы, Х-22, так у нас 100% не сбитие. То есть мы ни одной ракеты вообще сбить не можем. То есть как считается, по каким параметрам. А вот по параметрам, допустим, крылатых ракет, у нас где-то 85-90, иногда 95%, 80, то есть гуляет цифра. Крылатые ракеты – это уровня калибров, ну, дозвуковые калибры, Х-101, Х-555. И потому немножко неправильная, с моей точки зрения, опять это с моей, немножко неправильная подача цифр по эффективности противовоздушной обороны. Потому что, если, допустим, завтра будет старт ракет Х-22 и кинжалов, только придет 100 ракет, так мы ни одну не собьем. У нас тогда будет ноль коэффициент. А если завтра, допустим, пойдут только одни калибры или одни шахеды, мы можем их сбить все. У нас будет 100% эффективность работы. Ну, а, допустим, чтобы послезавтра сказать, какая у нас общая эффективность, что можно 100% прибавить ноль и разделить на 2, получим 50%. То есть подача цифры, она немножко нелогична. Или, может быть, не стоит их и так подавать. Но им виднее, то есть они когда подают эту цифру, они что-то думают. Просто я вот на пальцах показываю, как эти цифры считаются реально. Кое-что сбиваем все, кое-что не сбиваем ничего. Причем и на это есть реальные причины. Когда подойдут Патриоты, подойдут СМТ, посмотрим, как они справятся с Х-22 и кинжалами, и с эскандерами. То есть они гипотетически могут их сбивать. Вопрос, они никогда этого просто не делают. То есть еще не было испытаний таких. Тут даже можно сказать, это испытания будут на боевом дежурстве. Здесь дышат вот эти цифры. К ним лучше в этом смысле не привязываться. Потому тут не холодный душ. Здесь такие реальные цифры, которые просто неправильно подаются. Или пытаются их все свести в одну и как-то припадать. Для чего, правда, непонятно. Ну а, да, и вопрос, допустим, по самолетам как таковым. То, что у нас самолеты на голову хуже российских, так это тоже понятно. Об этом было понятно весь этот год. Я больше скажу, мне как летчику это было понятно все 30 лет. После того, как развалился Советский Союз в 1991 году, Украина не купила ни одного самолета. Мы в свое время там чуть ли не сами скидывались на керосин, чтобы полетать. Это еще в прошлом тысячелетии было. А потом у меня полк истребителей. Забрали истребители, поставили вертолеты. Нам пришлось еще на вертолетах после истребителей переучиваться на боевых, на Ми-24 летать. Как раз по той же самой причине. Потому что были определенные моменты, связанные с парком авиационным. То есть авиацией не занимался вообще никто никогда. И вот вплоть даже с 2014 года не было закуплено ничего. Никто ничего не сделал. Только из-за того, что у нас было два летных училища, Харьковское и Черниговское, высшее военное авиационное училище летчиков. Их соединили. Еще было Луганское, Штурманское. Варшалоградское изначально называлось. ВАУШ. Варшалоградское высшее авиационное училище. Штурманов. Вот их все вместе собрали в Харьковский авиационный университет, ХУПС. Поветряных ссыл. И как-то еще мы летчиков готовили. Дай бог, что так получилось. У нас летчиков хватает. А самолетов как не было, так и нет. Все остались с прошлого тысячелетия. Даже те МиГ-29, которые можно было модернизовать в начале этого тысячелетия, когда россияне брались за модернизацию, доводили бы до такого уровня, как у них сейчас есть авионика. Они брались, по-моему, 150 миллионов, не нашкривли для того, чтобы модернизовать самолеты. Потому мы сейчас летаем на динозаврах, я бы так сказал. А, естественно, летчики, которые, если бы у них были F-16, они бы как тузик-тряпку разорвали бы эти российские самолеты. Сейчас взлетают на этих, я бы назвал их кукурузниками, относительно российских самолетов. Потому что россияне что сделали? Они взяли Су-27, на его базе разработали Су-30, Су-34, Су-35. На голову выше того Су-27, на которых мы летаем. Авионика видит под 200 километров, ракета за сотню идет. К нему даже подойти нельзя, к самолету. Тут действительно, как в свое время в анекдоте, подойди сзади, отправь ракету с инфракрасной блокой, разворачивайся, кручай форшаж, и уматывай нафиг, не дай бог он развернется, разрывет. Потому вот так вот мы воюем, вот так мы летаем. Потому без российской, без натовской техники, без натовской авиации, у нас шансов в воздухе нет никаких в противостоянии самолетов. Вот в противостоянии ПВО с самолетами есть. И очень мощные, мы сейчас не подпускаем самолеты российские к линии фронта. За линию фронта они перелететь боятся. У нас система ПВО мощнейшая сейчас. Зенитно-ракетные комплексы, ПЗРК, которая армейская система, ПВО сильная. То есть подойти они к нам не могут, но и мы туда подойти не можем. То есть вот такой интересный шлагбаум стоит. Роман, давайте опустимся с небес на землю. Там тоже много интересного. Запорожская область отрабатывает противник, Гуляй-Поле под обстрелом. И вот Запорожская область, в общем, под арки летят. Это по готовящимся силам к контрнаступлению? Ну, конечно. Это как раз Орехов и Гуляй-Поле. Это два основных тех наступательных площадки, из которых всегда уже, наверное, последние девять месяцев планируется наступление. Из-под Орехова в сторону Мелитополя, из-под Гуляй-Поля в сторону Бердянска. Опять же, любой майор, тут мы ничего не выдаем никому, любой старший офицер разворачивает карту боевых действий, видит линию фронта и говорит, надо из Орехова идти на Мелитополя, из Гуляй-Поля идти на Бердянск. Вот сколько старших офицеров в мире есть, там 10 миллионов человек, вот все 10 миллионов, вот так одно и то же скажут. Потому, первое, мы собираемся, естественно, в районе Гуляй-Поля и Орехова. И россияне прекрасно это знают, потому и обстреливают Гуляй-Поля и Орехов. То есть здесь такие взаимопонятные действия. Скажите, вот этот фактор неба при украинском контрнаступлении будет решающим? Нет, нет. Решающим на поле боя решающим всегда является пехота. Кто бы что ни говорил. Есть пехота, заняли позиции. Нет пехоты, позиции не заняли. Сколько бы их не бомбили с воздуха, сколько бы их не обстреливая артиллерия, но пока пехота не зашла и не заняла плацдарм, этот плацдарм считается либо ничейным, либо вражеским. Потому однозначно на поле боя первым решающим фактором будут наши штрумовые группы. Их прикрывать, опять, должны максимально артиллерия. То есть здесь тоже без вариантов. Боги войны, как были тысячу лет назад, так и сейчас, бог войны, это артиллерия. Авиация только выполняет задачу артиллерии, только увеличивая ее дальность. То есть самолет, ну, допустим, снаряд там 50 килограмм весит, а самолет берет 5 тонн. Так вот, между 50 килограммами и 5000 килограммами есть в 100 раз больше. То есть вот самолет, это все равно, что выстрелили 100 раз с одной пушки или 100 пушек одновременно, вот этот самолет за один раз может отбомбиться на определенный участок. Вот это вот разница. И дальность. Естественно, самолет работает по боевому радиусу. Боевые радиусы у среднего самолета это около 500 километров. То есть если арта стреляет километров на 30, то самолет забрасывает это же самое количество боеприпасов на 500 километров может забросить, по крайней мере. Но основополагающим все-таки является это пехота и артиллерия. Я бы не сказал, что именно авиация что-то такое сверхъестественное, ее можно заменить. Ее можно заменить системой противовоздушной обороны, увеличением количества зенитно-ракетных комплексов для того, чтобы не допустить российскую авиацию к нашим войскам. Ну и увеличить количество средств поражения именно артиллерийских и ракетных. То есть если нам вместо авиации допустим дадут определенное количество ракет дальнобойных, тех же Хаймерсов, тех же Штомшеду, Скалпов, дадут в два раза больше снарядов, то в принципе авиацию заменить невозможно. Тут нет прямой замены. Ну по крайней мере нивелировать ее отсутствие можно. Я просто задаю вопрос еще с другой стороны. То есть условно, если вооруженные силы Украины пойдут вперед, их же встретят вот эти управляемые, планирующие бомбы, российские полуторатонные, их же встретит российская авиация. Так и есть. Ну, бомбы вряд ли их встретят. Дело в том, что все-таки бомбу на наступающие, по наступающим войскам сильно не побросаешь. Такие бомбы используются в основном по стационарным объектам. Они идут по GPS-навигации, то есть стационарный объект, на наступающие войска, это динамика. Потому именно вот такие бомбы встречать точно не будут. Это если только зароемся, до чего-то дойдем, допустим, остановимся, начнем зарываться, вот тогда по стационарным определенным объектам они смогут отработать. Но в движении точно работать бомбами не будут. А вот авиация может встретить другим способом. Авиация может начать работать по наступающим войскам ракетами воздух-земля, то есть в режиме штурмовиков. Вот это да. Но вот здесь авиацию может приземлить наша система ПВО. В достаточном количестве, причем непростая. То есть Патриот не потягаешь с собой на горбу. Это значит, надо система ПВО мобильная. То есть те мобильные системы, которые, ну, типа ТОРов, Панцирей, Буков, у россиян есть, часть у нас есть. Вот я просто о чем говорю. То есть вот о таких системах противовоздушной обороны, которые смогут идти вместе с наступающими войсками. Для того, чтобы их, ну, во-первых, они меняли позиции, потому что, опять же, чем ближе к линии фронта, тем хуже, тем системам ПВО, которые стационарны, которым приходится останавливаться, закапываться или окапываться и вести огонь уже со стационарных позиций. Оптимально это, конечно, использование мобильных систем противовоздушной обороны. Они у нас есть в достаточном количестве. В принципе, должны быть при выполнении наступательных действий, при отсутствии авиации. Хотя, в этом смысле авиацию уже ни с чем нельзя полностью заменить, так как это как раз и задача авиации с воздуха прикрывать наступающие части, отгоняя истребители противника, а истребители и штурмовики противника. Роман, я хочу обсудить с вами материал, который вышел в Вашингтон-Пост. Там разные военные аналитики западные приводят разные цифры. В общем, в день 7700 снарядов выпускают вооруженные силы Украины артиллерийских. Причем, это вот, ну, посчитали, что вот 6 секунд выпускается какой-то снаряд. То есть, это вот для понимания обычных людей, которая как бы не военная. Вот мы поговорили, можете прикинуть, разделить на калькуляторе, сколько уже снарядов выпустили вооруженные силы Украины. Понятно, что это все в среднем, но тем не менее, это очень серьезная плотность огня. Не хватает снарядов и отмечается, что вооруженные силы Украины должны быть избирательнее в выборе целей. То есть, не стрелять там по скоплению пехоты, а там стрелять по технике. Ну, это как самый минимальный, понятный выбор. Но я бы здесь обратил внимание на Роба Ли, это военный аналитик Института исследования внешней политики Штатов. Он говорит, что Китай, вот есть такая информация, рассматривает возможность отправки в Россию 122 и 152-миллиметровых снарядов. И это может существенно изменить ход войны. В конечном счете, как бы в любом случае война, это будет война артиллерии, у кого больше снарядов, у того и будет преимущество. Как вы оцениваете, разделяете эту позицию западного военного аналитика, и действительно ли, если Китай начнет поставки снарядов, не пушек, а вот снарядов, то ситуация в Украине изменится? Ну, она точно не улучшится, если россияне получат достаточное количество снаряда. Вот россияне в свое время, где-то месяцем, ну, летом прошлого года, они использовали 60 тысяч снарядов в сутки. 60 тысяч по линии фронта. Мы удерживали фронт, мы же не откатились, мы даже наступали в некоторых местах. То есть само количество снарядов, оно не совсем прямо зависит от, вернее, само количество использования снарядов не всегда приводит к достижению целей каких-то. Это хорошо, когда в режиме обороны и оба противники с двух сторон зарыты, и снарядами начинают долбить друг друга по зарытым укреплениям. И 60 тысяч снарядов может не привести к тому эффекту, который может привести, допустим, 7700 снарядов, которые сейчас мы используем. Хотя у меня вопрос к этой цифре. Я не думаю, что мы больше 5000 в сутки используем. Ну, пусть будет 7700, здесь не сильно различие, пусть 7700. То есть в зависимости от того, где и как используются эти снаряды. Когда стоят войска в обороне и с той, и с той стороны, и идут просто артиллерийские дуэли, так называемые, можно 60 тысяч снарядов в сутки использовать в течение нескольких лет и не продвинуться ни на метр, ни в одну сторону, ни в другую. А вот когда используются снаряды, во-первых, поточнее, не просто их использовать, площадью, как россияне накрывают, а если использовать их точечно, точечно по целям, один снаряд, одна цель, хотя это очень сложно, но тем не менее, если обобщать это все, то меньшим количеством снарядов можно достичь большего эффекта, чем противник. 122-152 миллиметр это самый ходовой калибр снарядов, который есть у россиян и частью и у нас. У нас где-то половина таких, сейчас уже в районе половины 155-х в основном, но россияне используют 122-152-е, это стандарт, они сейчас подтягивают, правда, 105-й калибр, 120-й танковый, но это в зависимости от надобности. Основное это 122-152-й, именно этого калибра у россиян и не хватает в ближайшее время и не будет хватать. Они сейчас используют около 15-20 тысяч снарядов в сутки, а производить могут где-то 5-7 тысяч. Вот россияне в сутки могут производить 5-7 тысяч снарядов, используют 15-20, использовали 60. То есть они идут семимильными шагами к нулевым сквозьким запасам. Это значит где-то через месяц-полтора ближе к концу весны, к началу лета, они выйдут на так называемые нулевые сквозькие запасы и смогут использовать ровно столько в сутки, сколько произвели. То есть 5-7 тысяч снарядов в сутки они будут использовать. Примерно столько, сколько сейчас мы используем. То есть вот на данный момент. Но у нас все-таки часть техники 155-я арта, она точнее. Можно сказать, один снаряд идет за 10 советских бывших, то один снаряд 155-й арты за 10 152-й арты советской. Почему? Потому что точность наведения. В основном арта советская, она задача, вернее, когда используется и когда производится, задача не точно попасть снарядом в цель, а накрыть площадь. То есть не кучностью, а площадностью. То есть накрывается площадь, уже там точность не важна, потому что если ставится задача поразить какой-то объект, то рисуется квадрат вокруг этого объекта, ну не вокруг, а рядом с этим объектом, над объектом, который надо поразить, и тогда уже идет использование снаряда. Почему у них всегда и не нужна точность, по большому счету, там все дело из-за количества. Такое-то количество россияне истратили, им срочно надо китайские снаряды. У Китая есть снаряды, 122-е, 152-е, в Северной Каверии есть, в Иране есть, в мире в принципе есть страны, где этот калибр есть в достаточном количестве, но его не так много, как кажется. У Китая тоже немного снарядов. Каждая страна, допустим, собирает определенное количество снарядов для выполнения каких-то задач. Если не стоит задача наступать, наступление, их никто не собирает для наступления, а собирают только для обороны. Это разница как минимум пять раз между количеством снарядов, лежащих на складах для наступления и количеством снарядов, которые оставляются на складах для обороны. У Китая немного снарядов для наступления. У них также самопромышленность заточена, военная, была под оборону. Китайская армия не собирается нигде наступать. Они почему до сих пор и на Тайвань боятся двинуться. Дело в том, что она практически нигде не воевала. Китайская армия, вроде как большой Китай, она, по-моему, около двух тысяч лет ни с кем толком не воевала. А тем более вот эта китайская армия, которая сейчас есть, эта коммунистическая Си Цзиньпиньевская, она же ни с кем не воевала. То есть у них был в свое время конфликт с Вьетнамом, но они там отгребли от вьетнамцев довольно-таки неплохо отошли и после того уже как бабка пошептала никуда не двигались. Потому китайская армия и не собирается ни на кого нападать. На Тайвань, по-моему, тоже нападать не собираются. Сколько бы у них не было техники кораблей, они не готовы к войне. Потому и нет у них складов в большом количестве. Это потому я не думаю, что даже если будет принято решение передачи, а я думаю, это уже давно-давно принято. Россияне используют китайскую снарягу, то есть военная амуниция у россиян. Есть китайцы участвуют в войне, еще год назад они с самого начала начали в этой войне участвовать. И снаряды они потихоньку через Северную Корею подбрасывают. Вопрос в количестве. Так вот у Китая тоже нет такого количества снарядов. А остаться вообще без снарядов китайская армия себе точно позволить не сможет. Потому я не думаю, что они передадут Ну, действительно, вы знаете, здесь вы так упомянули Тайвань, когда с одной стороны подлодку с полуторой сотней тамагавков подгоняют штаты туда, к Ближнему Востоку, когда говорят, что если в случае чего готовятся физически защищать Тайвань от Китая, ну вот фактически своими вооруженными силами, то как-то с Украиной ну, как-то вот не складывается. Не складывается с передачей F-16, которая, как оказалось, ну, не просто потому, что там суперсамолеты, это так современный, хотя это как бы не F-35, ну, они разные, но тем не менее. А нам почему-то вот такой помощи не оказывают. У многих складывается впечатление, что нам специально дают купированные возможности этого контрнаступления для того, чтобы мы продвинулись ну, не сильно далеко, как бы освободили не слишком много, где-то, возможно, нарвались на очень серьезное заграждение, укрепленные позиции и понесли потери. Ну, вот такой западный расчет, что бы вы сказали? Он понятен еще с прошлого года, нам не дают наступать однозначно. Летом мы могли бы двигаться в сторону Миритополя, нам не дали того количества оборудования, которое для этого надо, дали ровно для того, чтобы выйти на Купенск, ну, вот вышли, стратегически ничего не получили, кстати, с этого, даже, я бы сказал, там больше проблема. После того, как готовы были идти в Крым, реально готовы, у нас было определенное количество сил, средств скоплено на правом берегу Херсонской области, россияне ушли практически без боя, можно было двигаться в сторону Крыма, там 70 километров, никто этого не сделал, то есть остановили, не дали и полностью, я помню, в начале декабря один транш был, в начале декабря прошлого года транш был 275 миллионов, ну, обнять и плакать, это на три дня работы, на три дня в наступлении, то есть, а это нам тогда на месяц расписывали, то есть, нас просто остановили, нам не дали двигаться на плечах врага, не дали двигаться, зайти в Крым, мы могли в Крым зайти в прошлом году, в конце ноября, в декабре месяце, вот, если вы пошли за россиянами, тогда, когда они отходили, и когда они уже зарылись вот сейчас на левом берегу, и определенные отрыли укрепления в самом Крыму, а в прошлом году, ноябрь, декабрь, там можно было заходить тем количеством войск, которые были, нас просто остановили, это понятно нам не дают однозначно, это американцы играют в эту игрушку стой там иди сюда, это вот как в армии попробуй выполнить приказ стой там иди сюда, вот примерно то же самое, сейчас с одной стороны видно желание, но оно больше декларативное, то есть мы не видим атакамцев, мы не видим их 16-х, мы не видим достаточном количестве боеприпасов, техники, то есть желание слышно, но не видно по крайней мере. Так погодите, это ведь очень серьезные вопросы, вот я поэтому у вас спрашиваю как у аналитика, то есть если условно там как у нас принято 2-3 недели, да, ну и ВСУ идет в наступление, ну там же нужно совсем другое количество живой силы, снарядов, техники, будут большие потери и как далеко мы сможем зайти, а резервы есть, резервы снарядов, людей, или у нас вот как бы вот зашли, стали, ну а дальше уже вот этот сценарий, когда давайте-ка замораживать, чего-то подписывать, как-то договариваться, как вот Макрон с Си Цзиньпином, да, они что, какая позиция, ну вот где-то на полдороге, так у нас наступление будет на полдороге? Ну похоже, да, похоже то, что сейчас начинает озвучиваться, правильно вы сказали, Макрон там себе намакронил в районе Си Цзиньпиня какую-то позицию, вот эти позвоночники, которые побежали к Си, сам посыл Си о там мирных каких-то переговорах, и видение движения, допустим, на данный момент такое, что нас могут действительно дать выйти на Азовское побережье и остановить, остановить не окриком, остановить просто перекрыв подачу боеприпасов, рассказав о том, что нам самим не хватает. Возможно, однозначно, это нельзя эту возможность отбрасывать, то есть напопробовать, ударим, выйдем, организуем выход на Азовское побережье, дойдем до границ 24 февраля и будем смотреть, будем опять искать глаза Путина, чтобы в него посмотреть. Но, скорее всего, уже не с Путиным вопросы будут решать, уже за Путиным появился его хозяин, все же это прекрасно поняли. То есть после того, как засветило Путину полный разрыв и уничтожение после этого вылезла его крыша, если на его сленге говорить. Его крыша вылезла, показалось, показался его хозяин Си Цзиньпинь и сказал теперь все вопросы приезжайте ко мне. Ну, все и поехали, да. Ну, не все, но тех, кто в принципе и должен был поехать, все туда и поехали. Макрон помакронил, Ляен, Боррель собирается, еще часть политиков. Но это же все позвоночники, которые последние несколько лет и звонили о сдаче Украины, России. Потому вроде как ничего нового в этом не произошло. Эрдоган чуть, правда, забеспокоился, потому что его трон начал качаться. Это же его в принципе тема была помирить Россию с Украиной. А тут Китай вышел, его начинает подвигать на этом троне. Вот они сейчас немножко пободаются туркоманы с китайцами через 700 лет еще раз чуть-чуть пободаются. где-то кто-то усядется. Ну, а то, что нам делать, нам свое делать. Нам надо освобождать, ну, во-первых, не освобождать. Первая задача любой армии уничтожения армии противника. Если можно никуда не двигаться, просто уничтожать армию противника, это самый оптимальный вариант делать. Почему? Самые меньшие потери, когда ты стоишь в обороне, а противник сам к тебе приходит. Вот почему в этом смысле выгоден Бахмут, выгодна Авдеевка, Марьинка, та же Кременная. Не надо никуда ходить. Враг сам приходит, и ты его уничтожаешь, причем удерживая лучшие позиции. Главное только выбрать лучшие позиции, а дальше враг должен подходить. Но в таком режиме можно и дальше продолжать. Если не видно максимального поражения противнику и выхода на определенные рубежи, нам, допустим, нам, если, ну это опять решать, конечно, Генштабу, но я просто как военный аналитик, если мы не видим в процессе движения вот этого контрнаступления выхода на Керчь, ну то, чтобы выход был с зачисткой и Крыма в том числе, так нам тогда не надо ничего и начинать. Потому что оптимально тогда стоять на том рубеже, на котором мы сейчас стоим. Вот это самый оптимальный вариант. Мы сейчас объясню. Мы от россиян прикрыты сейчас Днепром по херсонскому направлению. С Днепра западный берег выше, артиллерия работает дальше, уничтожать можно с правого берега намного эффективнее, допустим, чем выйти, переправиться на левый берег и начать с россиянами бодаться в степи. Если не двигаться дальше, если зависать где-то в этом режиме. Сейчас у нас Запорожский фронт проходит вдоль ракадных дорог. Он, в принципе, остановился, когда россияне начали переть с юга. То мы их остановили где? У ракадных дорог. Что такое ракадные дороги? Между Запорожьем и Донецком за десятки лет два промышленных региона, там десятки ракадных дорог вдоль линии фронта. То есть очень легко перебрасывать технику, боеприпасы, резервы, управлять фронтом. Это самый оптимальный вариант, когда много ракадных дорог и работать дальними средствами поражения. Нам намного проще не выходить из Орехова и Гуляйполя, а просто уничтожать их под Васильевкой, под Пологами, доставая до Татмака, до Мелитополя, до Бердянска, до Мариуполя. Смысла просто нет двигаться. Мы тогда не теряем своих солдат, просто их уничтожаем, никуда не двигаясь. Но в конце концов у них кончатся, у них кончатся боеприпасы, у них кончатся техника, особенно техника, и люди также закончатся, потому что оставшихся просто будем добивать профессионалов. Ну а то стадо, что они будут собирать, они же до вояк так и не дойдут. Режим Луганской области и режим Донецкой области, это та же самая картина. Сейчас установившаяся система оборонная, вот эти, даже те пять полигонов, на которых мы уничтожаем россиян, это Углидар, Маринка, Авдеевка, Бахмут, Белогоровка, Кременная, ну если там чуть дальше подняться, это и Сватово, и Купенск, это хорошие плацдармы, можно никуда не двигаться, уменьшить количество потерь чуть ли не до нуля и просто не подпускать россиян к себе близко, уничтожать дальними средствами поражения. Если у нас нет видения выхода в Керчь, то есть захода в Крым и уничтожения россиян, вот именно отрезания этой группировки, где-то двухсоттысячной группировки, ее полного уничтожения, то нет смысла двигаться. Если нас готовят а вы дойдите до Азовского побережья, а потом дойдите до Крыма и остановитесь, так это мы получим большой геморрой навсегда, потому что потом уже продвинуться в Крым просто не сможем, а всегда крымская российская группировка будет у нас в тылу, может повториться то, что повторилось в прошлом году, еще раз в любой момент, когда они этого захотят, еще раз выйти из Крыма и начать двигаться, они сделают то же самое, причем войдут уже в тыл нашей группировки, которая завязнена допустим в боях на Донбассе, то есть повторится то же самое, что в прошлом году, только с большими потерями, потому это уже конечно прерогатива Генштаба, это все зависит от того, здесь вы правильно сказали, определенное количество сил и средств, вот если оно есть для масштабного движения, вот тогда надо двигаться, это я уже говорил, тогда уже надо двигаться, если его нет, так лучше тогда выполнять первую задачу любой армии, уничтожать армию противника, пока ее просто в ноль не растереть, выйдут они на нулевые складские остатки, начнут работать с колес, а работа с колес это довольно-таки опасное дело, потому что 5000 снарядов в сутки, реально 5000 снарядов в сутки с той техникой, которая есть у россиян, это всего лишь 500 километров фронта в режиме обороны, 500 километров, не тысячу с чем-то, как сейчас, а всего лишь 500, они просто не смогут удержать фронт, они сами отходи и будут, их тогда даже не надо и гнать, они просто сами уйдут, не смогут удерживать, потому что здесь вот эти все расчеты, но опять же, это работа штабов, работа штабов и принятие решений, я знаю тех генералов, которые работают и принимают решения, у нас высокопрофессиональные генералы, те, которые сейчас управляют процессами военными, в генштабе, Сырский, Наев, Залужный, без вариантов, то есть есть еще десяток генералов, которые участвуют в процессе подготовки, принятия решений, они прекрасно понимают все эти процессы, они, кстати, чувствуют настроение наших партнеров, то есть у них прямые связи, без политика, у них прямые связи с военными, с Пентагоном, с военными Европой, они это прекрасно понимают и могут спрогнозировать как минимум на полгода вперед и правильно примут решение. Слушайте, ну действительно, потому что вместе там с каким-то ожиданием там контрнаступления и со стороны Российской Федерации и там и у нас тоже в обществе обсуждаются, а есть ли чем, а есть ли прикрытие с воздуха, а сколько будет потерь, а что делать, может действительно вот имеет смысл вот так успокоить граждан, родных, близких, тех бойцов, которые на передовой, что вот если есть задача, что мы выходим на Керчь, ну тогда да, нужно начинать, а так просто мотивация другая, очень интересная мысль, друзья, пожалуйста, прокомментируйте ее, напишите, что думаете вы. Роман, у меня еще один вопрос, и он ну вот такой уже, более, знаете, философский, что ли, хоронили Владлена Татарского, которого неделю назад, ну, чуть меньше, неделю назад прогремел взрыв, и там понятно, что ФСБ там указывает на украинский след, там, ГУР вместе с Навальнятами, вот эта вся схема, вот его хоронили, а Пригожин принес кувалду траурную, что это означает? Ну, то, что украинский след, ну, это вообще никуда не лезет, просто, как сказать, ну, если мягко сказать, если бы, во-первых, он украинским спецслужбам, ну, даже я его не знал, то есть, я макеевский, да, занимаюсь уже десятый год этой войной, начиная с 14-го года с советника губернатора, мы всю эту Навалу встречали, и там в Макеевске хватает, тот же Пушилин, тоже МММщик Макеевский, но даже я его не знал, что это такое, тем более спецслужбам украинским до какого-то, тем более, по-моему, это не его фамилия, там, по-моему, другая как-то фамилия настоящая, всегда нет. Да, Максим Фомин. Фомин, да, то есть, это никто и звать его никак, для украинских спецслужб это точно не цель, тем более, что всегда при выполнении такого рода задач приходится тушить агентуру, тушить в каком смысле, выводить ее, то есть, один раз, агентура срабатывает один раз, а не может работать два раза, после выполнения задачи агентуру убирают, так вот, агентура иногда составляет десятки человек, не один, не два, десятки человек, и для того, чтобы сначала внедрять годами агентуру, а потом ради какого-то татарского ее выводить, даже не говорю, там, сжечь или подставить, или чтобы ее поймали, даже просто после выполнения выводить, ну, это не стоит играть в вещь, то есть, точно украинские спецслужбы к какому-то татарскому, блин, никакого отношения не имеют, а вот вопрос ФЭПСов, ну, то есть, работы федералов, возможен однозначно, причем через, допустим, тех же партизан в скобках российских, большой у меня вопрос вообще к этим российским партизанам, но не точно есть, наверное, это как суслик, вот его не видно, он есть, да, вот и здесь, наверное, та же картина, просто поработать под крышей, ну, под прикрытием российских партизан, может, любая спецслужба россиян, кстати, это не обязательно может быть ФСБ, это может быть ИГРУ, это может быть и служба внешней разведки, да, может быть, и ФСИН, и Росгвардия, да, что угодно, то есть, для того, чтобы выполнить какое-то действие, если вопрос стоял, допустим, поударить по Пригожину, то есть, вот так, а скорее всего, по нему и били, раз мы видим Пригожина с Кувалдой, значит, по нему и били, я так думаю, то, что Пригожин привез Кувалду на этот, на похорон к этому человеку, это, это такой посыл тем, кто это сделал, Пригожин, я думаю, найдет, он заплатит определенное количество денег, он найдет исполнителей, найдет заказчиков, ну и дальше Кувалда, то есть, вот это вот такой посыл в обратную сторону, удар по Пригожину, почему, ну, мы это уже примерно понимаем, почему там началась борьба, борьба за влияние уже построссийского, постпутинское влияние, то есть, Россия либо развалится сразу, либо будет разваливаться чуть больше и по частям, и вот это сейчас уже меряются те группы, которые будут пытаться остатками России как-то управлять, а это очень большие деньги, это триллионы долларов, это же не те, это не миллионы, даже не миллиарды долларов, Россия это триллионы долларов, это вот страна, так вот, за вот такой пирог триллиона долларов и вот уже начинается борьба, по-моему, и убийство татарского, это вот такой посыл самому Пригожину, ну, а кувалда в обратную сторону, это посыл тем службам, которые послали в сторону Пригожина вот этот вот торпеду убийства татарского, то есть, вот такая игра российская, но это даже уже непонятийные какие-то вопросы, я так понимаю, это вопросы уже экономические, причем олигархические, уж очень большой, очень большой куш, разварившаяся Россия. Ну, еще один вопрос, он уже об Украине, он мало касается военных действий, военной аналитики, но тем наши с вами разговоры всегда, скажем так, отличаются, что здесь есть место, ну, таким интересным, другим взглядом на вещи. Я бы хотел получить ваш комментарий, вот, ну, первое, ситуации с Украинской Православной Церковью, российскими паспортами, там журналисты опубликовали, у кого они есть, у кого их нет, действительно, ну, такой резонансный материал, хотя, ну, давайте будем откровенны, если ты получал паспорт российский, там, до 2014 года, то, ну, что в этом было такого, кто-то получал, кто-то не получал, ну, понятно, скрывал, потому что в Украине должно быть гражданство одно, но ты вроде как с этим паспортом, ну, Коломойского сколько паспортов. Другое дело, это вот именно, как бы, обвинение в адрес, что, мол, там, засилье, скажем так, агентуры и прочее, и прочее. И вы, как человек, прошедший плен, мне интересно ваше мнение. Когда Данилов говорит, что да, мы меняем священнослужителей на вооруженных, ну, на представителей вооруженных сил Украины, ну, идет обмен, да, сразу находятся люди, которые говорят, вот смотрите, если россияне меняют попов, значит, они агенты ФСБ. Что вы думаете по этому поводу? Может ли Украина обменивать священнослужителей, которых задержали? Я просто напомню, что ни одному не было вот приговора суда, вот приговор суда, тюремный срок, ну, такого не было. Были санкции, были какие-то там дела открыты, возбуждены, а вот конкретики не было. И мы, получается, вот обмениваем. Что вы думаете на этот счет, насколько сейчас Украина в этом вопросе действует правильно? Ну, если бы был, и по себе, знаю в том числе, если бы был суд и тюремный срок, намного сложнее было бы потом обвинять, потому что надо было потом бы выводить из-под этого судебного заседания, ну, то есть, из-под уже приговора, это надо было проводить через помилование. Вот мы, я занимался обменом, сам был в плену, и после занимался где-то года полтора, пока Медведчук не заехал на всю эту тему и нас просто на ноль помножили, все отдали Медведчуку, это Порошенко отдавал. Занимались этим вопросом. Дело в том, что поменять уже осужденного очень сложно. Нужно проводить через помилование только президента. То есть, если бы вот этих дел не в попах, в людях, потому что, если вопрос ставится о священном, священнослужителях в обмен на кого-то, вот это вопрос точно неправильный. Мы не меняем священнослужителей, то есть, мы не меняем работников культа, это их побочное занятие. Если идет обмен, то идет обмен, допустим, человека на человека, да, то есть, это имеется в виду личность на личность, а не как, как, меняем, как священнослужители, то есть, религиозных. Погодите, Данилов именно так позиционировал, отвечая на вопрос. Нет, так я же об этом и говорю, пусть это идет Данилову, то есть, за риторикой надо следить. Мы меняем личность, то есть, Петренко на Огурцова, да, ну, Петренко у нас там, допустим, солдат украинский, а здесь Огурцов, который не солдат, а, допустим, священнослужитель, там, может он потом быть священнослужителем и иметь какой-то сан, причем, даже фамилии Огурцова никакого не имена, у них там свои фамилии уже, имена, по крайней мере. То есть, мы меняем личность на личность, а не священнослужители. Это Данилову, Данилову много таких вопросов и боков, которые он иногда не думает, челепит, крайнее, что я, по крайней мере, услышал, дойдем до Крыма и 4-5 дней дадим на дипломатическое решение его, то есть, на покидание. Ну, я потом расскажу, если будет время, к чему это приведет. Потому, на обмене только так идет обмен, то есть, личность на личность, независимо от того, кто он и что он. Летчиков только так меняют, летчика на летчика, или одного за одного летчика дают там 100 рядовых. Готовить просто долго. Здесь другой подход. Если это все проводить, как вот вы сказали, еще раз повторюсь, через суды, доводить до уровня суда, то потом проводить через помилование. Это очень длительный путь. По себе знаем, мы иногда до помилования доводили, но за полгода, за 9 месяцев, ну, то есть, это очень долго, это целая куча процедур, и если в отрыве механизмов, которые могут ускорить, очень сложно. потому это самый оптимальный вариант при обмене, вообще-то никаких судебных тяжб не вести, ничего не доказывать. Если та сторона готова обменять, ну, вот, Огурцова на Петренкова, а готовы сейчас, готовы, взяли и обменяли. Кстати, самое интересное, чем тише, тем лучше. Вот чем мы меньше говорим об обмене, и Данилову в том числе, то есть, выносим это на информационную плоскость, тем быстрее обмениваются военнопленные. Если бы сейчас вообще все перестали говорить об обмене, вот просто сняли бы эту тему об обмене, обменивалось бы сотни на сотни. Сотни на сотни мы бы за несколько месяцев обменяли бы всех. Как только это все выводится в политическое поле, как только политики начинают где-то топтаться, обмен останавливается, идет куча согласований, и это движение в никуда, но это чуть в сторону. Если касательно самих священнослужителей московского патриархата, по Донбассу знаю, с 2004 года, как только Януковича первый раз отправили пинком с президентства в 2004 году, с 2004 года в Украину начали заходить инфильтроваться российские спецслужбисты. Причем везде, там тысячи человек заходило, что они делали? Они заходили в Украину, получали украинские паспорта, остановились в очереди на получение, была задача получить украинский паспорт, оставить себе российский. Они оставляли себе паспорта российские. Получали украинский паспорт, а дальше у них стояла задача любыми способами войти в МВД, в СБУ, в ССУ, в политику, в священнослужители. Вот первое, что они, куда они сразу пошли, это вот в Московский патриархат и в Киевский патриархат, везде, там было чуть по-другому. То есть они начали заходить во все сферы жизни. Тысячи человек россиян зашли. Вычислить очень легко. Берете с 2004 года у миграционной службы список всех, кто получил украинское гражданство и зашел в Украину. Вот это 90%, 90%, не говорю, что 100%, 90% это инфильтрация российских спецслужб. И дальше садите их всех на полиграф, и они вам все расскажут. у нас графологи изумительные. У нас хорошие полиграфы в банках стоят, у нас в МВД хорошие полиграфы, в СБУ, в ГУРе, в службе внешней разведки. То есть графологи их всех раскатают. И вот эти товарищи, которые в скобках священнослужителей, они первые пойдут как ФСБшники. Большинство их там у них даже звание есть. Потому это хорошо было у меня по Донбассу, видно, я, по-моему, на это, вот как раз с 2004 года обратил на это уже внимание, так еще сам как-то проехался по всем этим служителям, основным, основным служителям. У нас там был Никольский монастырь, в котором Янукович кресты ложил, там был такой отец Зосима или Зосима, я его не знал, просто слышал о нем. Вот этот вот собирал вокруг себя вот таких Януковичей. То есть влияние сильнейшее было. И потому, если только россияне сейчас готовы менять этих людей, еще раз повторюсь, не Дьякон, допустим, Василий, а россиянин Огурцов, который в Дьяконской или в какой-то Рясе, его готовы менять россияне на нашего Патренко или Дмитренко, надо менять, причем без вариантов. Это значит, россияне что-то знают. Да, понятно. Я бы хотел вот здесь еще узнать ваше мнение о Дмитрии Гордоне, который рассказал, почему его дети не служат в СУ. Он сказал, что его старший сын очень болен с такими заболеваниями, не то, что в армию жить тяжело, это прямая речь Гордона, а другие два сына, по словам Гордона, они живут в США, один из них американское гражданство имеет, и также оба сына учились в Англии, они рождены не в Украине, это тоже прямая речь Гордона. А ведь это ну очень показательно, ведь можно три тысячи раз говорить о вырванных кадыках, переживать за страну, там, быть патриотом, но когда у твоих детей гражданство не украинское, хотя вполне вероятно, что возможно и украинское тоже, но как бы не украинское, как вот быть вот нам в обществе с вот этой, ну, вот такой элитой? Ну, во-первых, как минимум это журналисты, ну, то есть Игорь Дон, Дмитрий, я к нему, кстати, очень хорошо отношусь, умница, многие журналисты, они, у них задача организовать площадки, то есть организовать площадки, вот вы тоже журналист, у вас организована хорошая площадка для определенного вида, типа или пласта людей, которые к вам приходят, к вам приходят одни люди, к Гордону приходят другие люди, к очень много у меня журналистов знакомых, к ним приходят разные пласты людей, людей, и на все эти пласты людей, которые не приходят, ваши люди не ходят к Гордону, к Гордону, люди не ходят к вам, но все вы вместе выполняете одну мощную задачу, вы доносите мнение, не только свое, у вас есть свое мнение, вы его постоянно высказываете, как и Гордон в том числе и все такого высокого уровня, как вы журналисты, и свое мнение, и вы даете площадки для высказывания мнения другим людям, то есть работаете в режиме, как раньше были эти газеты, то есть информационных площадок, телевидение не скажешь, это телевидение, здесь больше наверное все-таки информационная подача, как-то заменили в свое время газеты, а газета была в одну сторону направлена, не было живого общения, не слышно было, не видно было человека, а у вас на площадках можно высказывать свое мнение, свое видение, потому и свое, в том числе, не ваше имеется в виду, помимо того, что вы журналисты высказываете, вы даете нам, всем остальным высказать свое мнение, вы же собираете, особенно вот вы, я за вами слежу, смотрю, у вас очень много людей, высказывается, вы собираете большой спектр, Гордон тоже самое, собирает большой спектр людей, и вы как такие прожектора, которые подсвечивают разные мнения и разные позиции, не важно, кто вы есть на самом деле, ну то есть, и кто вы были до того, как вы стали создали и создали свои площадки, не важно, были у кого, на кого вы работали, какие у вас были взгляды, или как-то, и не важно, какие у вас семьи, не важно, какие у вас внутренние, то есть, это вообще не важно, вы площадка, вы такая вот, можно сказать, газета, на которой можно напечататься, и вы не цензурируете это ничего, потому от того, на какой бумаге это печатается, это же ведь совершенно не важно, и с одной стороны, я не хочу обидеть, не важно ваше мнение, не ваше, ни Гордона, ни еще чье-то, на наше мнение, те, которые у вас на площадках высказываются, вам за это очень большое спасибо, вы делаете вот такую большую работу, большущую работу, то есть, до миллионов людей невозможно не то, что достучаться, донести свое мнение, или даже просто его высказать, не имея тех механизмов передачи информации, а вы этот механизм, и не важно, какие вы на самом деле, и не важно, какие у вас взгляды на самом деле, не важно, кто вы, это не важно. я хочу прояснить, Роман, здесь не, ну, это не камень в огород Гордона, никоим образом, ну, то есть, я хочу расставить точки над и, это не про Гордона, это, это он дал интервью, он сообщил, рассказал о своих детях, о их гражданстве, это не, это не про него лично, рассказал, рассказал, все теперь об этом знают, молодец, это, это вообще, вот, к пониманию элит, принадлежности, то есть, мы тут говорим, что, вот смотрите, у них там, у попов российские паспорта, и вся страна, конечно, там, о, удивляется, осуждает их, но мы же не говорим, что, вот смотрите, у детей, этих, 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 и вот этих, ну, паспорта, не российские, но в огромном количестве, а идет война, та же самая, вот, как вы к этой, к этой проблеме относитесь? Ну, как-то мне проще, я по паспортам, не совсем, определяю людей, хотя паспорт, как-то важен, важен, для чего паспорт важен, важен, все-таки, человек, как себя чувствует, с кем себя, ассоциирует, дети за отцов не отвечают, и тут, тут вопрос, если у Гордона, допустим, где-то, и не только у Гордона, где бы это ни было, дети учатся в другом, ну, неважно, где бы они ни были, и дети имеют право делать то, что они хотят, им виднее в этом смысле, потому, а сами, самих людей воспринимать по паспорту очень сложно, выполнять задачи, боевые задачи, должны люди, которые мотивированы, это очень важно, мотивация может быть разная, и профпригодные, если человек не мотивирован, и не профпригоден, и попадает в боевую обстановку, он становится опасен своим друзьям, ну, своим сослуживцам, потому, здесь даже дело не в паспорте, у нас воюют, у нас воюют, и с паспортами не украинские, и даже не получая украинские паспорта, они воюют, люди, начиная от, вот я помню, с 2014 года, и Чкерцы у нас были в наших отрядах, естественно, у них даже паспорта, те же российские были, с самого начала, это потом они получали европейские паспорта, с российскими паспортами, потому отношение к паспорту здесь, так, поскольку поступок, отношение к самому, самой идее борьбы, идее борьбы с этим злом, вот когда она есть внутри, вот ее только надо использовать, если ее нет, их лучше не подпускать, такой интернационал получается, да, так и есть, он так и есть, вот, я же говорю, помню, в 2014 году, особенно и Чкерцы, конечно, молодцы, ребята, то есть у них свое, у них свое, и у них против своего, и за свое, то есть, но у нас общий есть, общий враг, общий враг Россия, россияне с оружием, и те, кто против россиян, с оружием на территории Украины, но они все с нами, и те, кто может это делать, а те, кто этого делать не может, я еще раз повторюсь, я как летчик, я очень это, ну, четко понимаю, человек, который может летать или не может воевать по разным причинам, они могут быть разные, причины, начиная от генетических и заканчивая идеологическими, если эти причины не позволяют, то лучше туда их не подпускать, потому все, кто хочет и выполняет ту свою задачу, которую он для себя поставил, они и так здесь есть, и здесь не важно, кто где, что с каким паспортом, и кто с одним паспортом где, это вообще не важно, важно то, что есть вот такое интернациональное уже братство, его достаточно, кто бы что ни говорил, реально достаточно, нам сейчас недостаточно техники и боеприпасов, а братства как раз достаточно для того, чтобы выполнить задачу, и, по-моему, даже я бы, если вопрос этот решал, я бы еще попросил бы уйти с линии фронта не мотивированных и не готовых, не профпригодных людей, чтобы они не мешали, они иногда мешают, а в летный, это еще раз повторюсь, как летчик-инструктор, еще и опасный, то есть посадить в самолет человека, который не может летать по своим генетическим каким-то моментам, это его убить, а еще 10 тонн самолет упадет на бровары, допустим, да, и убьет еще несколько человек, потому здесь такое восприятие, нелинейное немножко, но обратное, я бы сейчас даже больше сказал, не надо людей, которые не готовы выполнять боевые задачи, не надо их на линии фронта и не надо их собирать по всему, по всей Ивановской или по чем-то и сгонять, не надо ни в коем случае, лучше, меньше, да лучше в этом смысле, потому снимается сам вопрос по, вот вы говорите, элиты и там отношения, это элиты, если не хочет, не нужно, если не может, железно не нужно, то есть и не нужно, а те, которые, поверьте, те, которые могут и хотят, они уже давно выполняют боевые задачи. Понятна позиция и в завершении прям эксклюзив, ну, все помнят эту историю, там, двухдневные данности с Сибигой, который там вышел, заявил, потом себя поправил, потом его поправили, что мы подойдем к Крыму и можно начинать какие-то переговоры, а почему это опасно, что не так в этой схеме, что ее так быстро от нее открестились, там, обрушилась какая-то критика, на Сибигу, в частности, вы упоминали об этой истории, вышли, подошли к Крыму, вот, у нас весь Крым как на ладони, наше оружие, оно же дальнобойное, достает любую точку Крыма, предложили уйти и сдаться и по этому поводу ведем переговоры, почему нельзя? Первое, то, что нас касается, а потом, то, что их касается, подойти к Крыму, остановиться даже на один день, это значит, дать россиянам, втянуть всех россиян в Крым и запечататься, одного дня хватит. В свое время, в 2014 году, был советником губернатора, после плена, лично Порошенко докладывал перед Минск-1, вот, сегодня докладываю, завтра прилетает Меркель, там, послезавтра они Минск-1 подписывают. Докладывал ситуацию, та же самая ситуация, мы начали давить россиян, тогда, уже под Луганском, под Луганском, выдавливали, ну, надо было чуть-чуть додавить, раздать просто больше оружия, оружия нас тогда хватало, у нас и хватало людей, которые могли бы выполнять, не было армии. Давайте будем честны, не совсем там россиян, на тот момент, Минск-1, ну, как бы, здесь тоже очень важно отметить, россияне уже были позже, ну, в таком массовом своем представительстве. Перед Минским-1, я-то прекрасно помню, о чем я говорю, я прекрасно помню, то есть, надо было просто раздать оружие, нам не хватало оружия, и додавили мы тогда россиян, перед Минском-1, это не перед Минском-2, это перед Минском-1. Вот докладывал Порошенко, лично ему, Ложкину, о том, что нельзя, россияне запрашивали, россияне запрашивали переговоры, они запрашивали, и Меркель летела как раз по запросу россиян, так вот нельзя было останавливаться, если бы мы тогда не остановились, а давили дальше, раздали бы оружие, раздали, как вот в этот раз, чуть ли не с КамАЗов автоматы вместе с цинками, было кому, дело в том, что были люди, которые готовы были воевать, если бы они тогда не повелись на эту тему, не было бы Минска-1, мы просто бы их задавили, да, были потери однозначные, ну, были люди, которые выполняли эти задачи, но это опять, это старое, я просто показываю как пример, так вот, тоже самая картина, если вы идете, давите, и вот сколько вы давите, сколько вы идете, вот у ваших, как только вы остановились, вы даете передышку, закопаться, и дальше уже может, движение может дальше продолжаться, действительно, остановились, дали россиянам закопаться, 4-5 дней, неделю, неважно, дали там месяц на выход, но они потом не выходят, и мы начинаем двигаться дальше, так вот, следующее движение по закопанным уже россиянам, по полностью переформатированным, собранным, и готовым оборвеняться, обойдется нам в тысячи жизни человеческой, это то, что касается нас, потому любое такое движение, оно у нас уже, кстати, было, вот еще один пример, знаете, где остановились россияне, когда мы пошли в сторону Купенска, аж за, в районе Старобельска и Северодонецка, они оставили, с Ватова, они оставили Кременную, они убегали, мы просто не догоняли их, мы просто не дошли, вот мы не пошли дальше, неважно, какие причины, я просто этот пример показываю, после того, мы где-то там остановились, они вернулись обратно, у них было время закопаться, и вот вы видите, что делается сейчас в районе Кременной, Сватово и Купенска. Да, пошло движение в обратную сторону. Конечно, конечно, а сейчас мы можем туда двигаться? Нет, даже, чтобы мы сейчас не хотели, они уже закопаны, переформатированы, они уже провели определенные ротационные моменты, закопались с лучшим положением, и у нас уже проблемы двигаться. Вот то же самое и по Крыму, если мы вот будем идти и остановимся вот на вот этом перешейке, это все равно, что вот сейчас будет с Кременой, они переформатируются, зароются, вернутся обратно, и мы уже потом, мы пробьемся, однозначно пробьемся, вопрос просто, какими потерями, потому для нас ни в коем случае нельзя вот такого действия такие делать, мы не можем продвигаться, вернее останавливаться, если уже мы туда идем, мы должны у них висеть на плечах до Керчи, то есть висеть постоянно на плечах, для чего? Для того, чтобы они не могли нас отсечь, отсечь, во-первых, артиллерийским огнем, потому что по своим же бить не будут, заходить в Крым надо на плечах у россиян даже в перемешку вместе с россиянами, впереди, даже впереди их отступающих частей, то есть уже заходить, то есть здесь вообще вопрос остановиться перед Крымом, он нонсенс с военной точки зрения, то есть это называется «а давайте убьем десяток тысяч украинских военных, вот остановимся перед Крымом, мы их потом убьем, мы потом пойдем вперед, алга, вопросов нет, только ляжет несколько тысяч человек, а я не знаю, кто до этого Зибига до этого додумается, или Данила, вот он может как-то просчитать такого рода действия перед тем, как говорить, это хорошо, если он просто сказал, но не сделает, то есть мы же можем естественно не остановиться и двигаться, а теперь вопрос по ним и по разговорам такого уровня, вот теперь смотрите, сидят миллион россиян сейчас российскими паспортами в Крыму миллион россиян, вот они слушают, допустим, и наши с вами в том числе разговоры, и слушают, естественно, наших военно-политических руководств, которые говорят до этого, до Сибиги и до Данилова, а сегодня, по-моему, еще и кто-то по, женщина какая-то ответственная по Крыму тоже зарядила, что дадим время на выход, ну, типа того, а вот теперь смотрите, сидит миллион россиян сейчас в Крыму, слушает нашего президента, который говорит, что мы возвращаем военным путем до Крыма, Донбасс, до границ, они берут, собираются, понимают, что зайдет фронт, что никто их уговорять никуда не будет, зайдет фронт, военным путем будем освобождать Крым, они собираются, собирают чемоданы, ищут место, у них есть время выехать из Крыма, они собираются выезжать, и выехали бы, если бы Сибига вместе с Даниловым и с этой женщиной, которая по Крыму сейчас отвечает, фамилию просто забыл, врать не буду, не хочу, если бы они в эфир не высказали такую идею, что мы, когда подойдем, мы дадим вам время подумать и выехать, то этот миллион россиян выдохнул, разобрал чемоданы, и дальше пошли загорать на пляже в прямом. Почему? Потому что руководство Украины само сказало, что как только оно подойдет к Крыму, оно даст время на выход. Все понятно, для чего не надо говорить? Да, да. То есть, если бы они выехали сейчас, без проблем, а теперь я вам расскажу, что будет дальше. Вот этот миллион россиян, он сидит, ждет, пока мы не подходим к Крыму. Мы подходим к Крыму, естественно, никто останавливается, из военных не будет. Не остановите вы людей, военнослужащих, которые идут и понимают, если они остановятся, если они остановятся, то дальше придется пробиваться уже тысячами жертв. Ни один генерал на себя это не возьмет, кто бы ему там какие команды не давал. Украинская армия сходу будет заходить в Крым. А вот теперь представите, что будет, если навстречу украинской армии начнет двигаться этот миллион россиян на Запорожце, на Жигулях и на Волгах. Как это танки украинские с украинскими флагами будут наступать по крышам мирного миллиона россиян, которые будут выезжать из Крыма. Вы представляете, что это будет потом в мире? Вот люди, которые говорят об этом, Данилов, Сибига и все остальные про дипломатические решения вопроса, даже там на 4-5 дней остановка и выпуск, вот к чему это приведет? Это приведет к тысячам смертей мирного населения российского. И вот после этого, как мы будем смотреться в мире? На выезде через Чангар и через Перекоп, куда будут заходить украинские части, будут выезжать миллион россиян. Вот эти два встречных потока, как они будут смотреться на картинке, как украинская армия освобождала Крым. И это лет наста. Потому большой привет этим людям. Я не знаю, как это еще донести, рассказать. Вряд ли они будут нас смотреть. Но мы, по крайней мере, посмотрим, к чему это все-таки приведет. Да, я благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Друзья, спасибо большое за просмотр этого видео. Напишите, что вы думаете в комментариях. Увидимся обязательно. Берегите себя добра и света. До скорого.